Яркий пример нарушения закона общественная организация ЖКХ «Контроль» обнаружила в московском микрорайоне. По мнению экспертов, ширина проезжей части между высотками не соответствует установленным нормам. Если дорога ведет к нескольким зданиям, то ее ширина должна составлять не менее 5,5 метров. Здесь на метр уже. Если городские власти признают, что ширины проездов недостаточно, то, например, в рамках реализации программы «Комфортная среда» можно выполнить работы по расширению этих проездов. Застройщик при планировке ориентируется только на требования пожарной службы. Проезд для спецтехники должен быть 4,2 метра. Это требование соблюдают. Усугубляет проблему и недостаточное количество парковочных мест. По регламенту их должно быть 250 на каждую тысячу жителей. Здесь в разы меньше. Многие вынуждены парковать свои авто прямо на проезжей части или вдоль домов. Поэтому даже там, где место на парковку не пожалели, все равно не проехать. Узкие проезды и нехватка машиномест – типичная проблема жилых новостроев. Не меньше проблем, правда, и в старом фонде. Жильцы этого дома на генерала Хлебникова жалуются на интенсивное сквозное движение во дворе. Автомобилисты, желающие сократить маршрут до улицы Куконковых, то и дело срезают через жилзону, где, к слову, сквозной проезд запрещен. Писали письма в мэрию, там помочь ничем не могут. Просили продлить дорогу от Демьяна Бедного до Куконковых. Нам ответили, что… Ну, вычитали, что нет, не будет. Что там 466 метров и ширина 8 метров. В 2017-2019-2020 дороги не будет. Проблемы, уверяют жильцы, давние. На узкой дороге разъехаться проблематично. Регулярно случаются аварии. О том, что максимальная скорость движения в жилой зоне не более 20 км в час, автомобилисты забывают, гоняют. Придомовая территория больше похожа на оживленную магистраль. С просьбой сделать хоть что-то обращались к Артуру Фокину. Раньше нынешний начальник департамента здравоохранения был местным депутатом. Он нам обещал хотя бы сделать лежачих полицейских. Лично мне он сказал, как старшему по дому нашего 52-го дома, он сказал, что я вам поставлю. Но ушел у нас, он выше поднялся и нас забыл. То есть он свои обещания не выполнил. Так, пока чиновники думают о программах по благоустройству дворовых территорий, жители этих самых дворов сталкиваются с куда более серьезными проблемами, чем нехватка лавочек и зеленых зон. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.